20 января министр по делам молодежи Республики Дагестан Заур Курбанов с рабочей встречи посетил город Хасавюрт. Первым делом прошла встреча с главой муниципального образования Сагитпашовым Махановым. В беседе были обсуждены вопросы молодежной политики в городе, где глава подчеркнул, что более 40 процентов населения города являются людьми молодого возраста и что именно они вносят огромный вклад в социально-экономическое развитие Дагестана. Далее с главой администрации муниципального образования Арсаном Арсановым Заур Курбанов посетил многофункциональный молодежный центр. В первую очередь Арсан Арсанов отметил всю важность данной рабочей встречи, так как с начала года появилась возможность узнать, какие задачи стоят перед муниципалитетом, а также перед региональным комитетом по делам молодежи города Хасавюрт, чтобы в дальнейшем постараться их решить. Данный многофункциональный центр открыт в прошлом году и уже проделана огромная работа, отметил в своем выступлении руководитель Атай Алиев. В каждом учебном заведении создал свой молодежный центр, с которым мы работаем сообща, координируем свою работу, координируем планы, проекты и таким образом достигается широкий охват молодежи именно от работы по воспитанию подрастающего поколения. Но в нашем центре с 2015 года осуществляется три проекта. Это проект школы патриотического воспитания, Хасавюртовская школа КВМ и проект «Я волонтер». Именно на образованную молодежь делает ставку и руководство города, считая это одним из приоритетных направлений работы администрации. Стороны отметили необходимость более тесного взаимодействия. Министерство по делам молодежи Республики Дагестан и муниципального образования город Хасавюрт во всех направлениях работы в молодежной политике. Работе молодежного парламента при Хасавюртовском городском собрании депутатов было посвящено выступлению его председателя Муртазалиева. В течение этих двух лет велась определенная работа, но основной работой молодежного парламента была работа в комиссии собрания депутатов. Ну как бы основная работа была с молодежью, но через собрание депутатов мы как бы представляли интересы молодежи муниципального образования города Хасавюрт. Практически три часа длилась неформальная беседа. Выступили также директор молодежного центра Лирия при колледже сферы услуг Аида Абакарова, руководитель ТОКСа при образовательной школе номер 10 Дженет Мурадова, директор детского домотворчества Михаил Мохов, заместитель министра управления образования Мансур Магометалиев, представители городских СМИ и студенческой молодежи. В завершении, выслушав всех, выступил Изаур Курбанов. Заур Курбанов отметил значение молодежного центра Хасавюрта. Удачно разместившегося в здании Дворца культуры. С его слов присутствующие узнали, что в республике два года назад было всего два центра, а сегодня их 22. Еще много полезного и поучительного рассказал министр молодежи Хасавюртовцем. Речь шла о зональных республиканских всероссийских молодежных форумах, участии и успехах дагестанцев в них. Министр коснулся и вопросов ТОКСа, ГТО-грантах волонтерства детских образовательных организаций и ученического самоуправления. В конце встречи министр отметил нам многочисленные вопросы участников совещания. Далее, после продолжительной беседы, Заур Курбанов встретился также и со студентами Республиканского педагогического колледжа. Студенты задавали ряд волнующих их вопросов. Их интересовало, есть ли возможность привлечь специалистов для проведения семинаров по обучению, составление проектов, возможно ли предоставление удостоверения волонтерам, студентам колледжа, численность которых на сегодня более 200 человек. Каким образом отбираются участники на молодежные форумы Селигер, Каспий, Машук, Таврида, а также какие мероприятия запланированы на год литературы. И как можно организовать поездки по местам боевой славы активистам школы Патриот в рамках мероприятия подготовки к 70-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. На все вопросы были даны внятные и подробные ответы. Потому, когда тебя ни к чему не принуждают, но ты помогаешь, поддерживаешь. Это ведь в крови нашего народа, нет? Ведь было время, когда кухумам с соседями дом поднимали за суд. 350 волонтеров обеспечили самым большой в мире флаг Российской Федерации, флаг Республики Дагестан. 350 человек. 4 ноября, очень холодный день, это уже была почти ночь, в юго Махачкале. И вот эти ребята и девчата, многие из которых, к сожалению, даже забыли перчатки взять, даже девчата стояли вот так, вцепившись в этот флаг и не отпуская его, совершенно по-доброму. Образовательные форумы, новые молодежные проекты, идеи и патриотическая работа с подрастающим поколением. Это и есть основная работа Министерства по делам молодежи Республики Дагестан. Заур Курбанов также напомнил молодежи, что в Дагестане, начиная с сыма Машамиля и Расула Гамзатова, было и есть очень много личностей, которыми гордится вся страна и мировое общество. Известные всему миру космонавты и спортсмены, в числе которых 27 чемпионов и призеров Олимпийских игр. Ученые, достигшие высоких вершей науки, люди культуры и искусства. Это все является достоянием и не только Дагестана, но и всей России. Этим мы должны гордиться, завершил министр. На таких примерах мы должны учить нынешнюю молодежь.